Дмитрий, скажите, пожалуйста, какие сегодня ваши впечатления о форуме, что больше всего понравилось, может быть, какие-то вопросы интересные, по вашему мнению, и полезные поднимались? Регулярные мероприятия, мы в Национальном банке постоянно участвуем, потому что, на самом деле, один из наших основополагающих факторов, что мы не только регулятор, мы не только выставляем какие-то требования для банковской системы, мы должны их и правильно коммуницировать, и такой разговор face-to-face с банкирами, он, безусловно, интересен, и сегодня опять была дискуссия. С другой стороны, мы примерно понимаем, на какие вопросы нам придется отвечать, соответственно, это немножко облегчает нашу задачу, то есть мы обычно приходим подготовленными, и те моменты, которые мы сегодня обсуждали, они, в принципе, все на поверхности дня, в частности, трудовая миграция, такой вопрос, который все больше и больше в разных аудиториях обсуждают, но вопросы, связанные с банковским регулированием, с финансовым мониторингом, ну, наверное, может быть, немножко удивительно, не было вопроса про валютное регулирование, все ждут, наверное, вступления в силу закона 7 февраля и надеются на либерализацию валютного рынка, ну, здесь можно повторить еще раз, что Национальный банк глобально, концептуально за либерализацию валютного рынка, но она будет тоже в то же время соответствовать общим макроэкономическим условиям. Сизбанкерс отошел в прошлое, и теперь Мэк Рик, что вы об этом думаете? Ну, наверное, ребрендинг – это правильно, да, как я не большой специалист в маркетинге, но считается, что там через какие-то определенные промежутки времени компании должны проводить ребрендинг, вот, ну, что касается нового имени, да, это один вариант, второй вариант, наверное, был EU Bankers, да, но это было бы слишком просто, да, тоже географически поменять, ну, да, хотел, так сказать, поздравить, да, с ребрендингом и пожелать новому бренду долгих лет жизни.